Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин видеообзор портативной газовой плиты от компании КВЯ 9507П. Посмотрим, как она выглядит, как работает. Начнем с того, что плита идет вот в таком пластиковом ковре размером 36 на 30 9 сантиметров. Здесь есть у нас удобные защелки, которые надежно фиксируют плиту в сложенном состоянии. Внутри идет инструкция по эксплуатации, порожки для установки посуды на плиту и непосредственно сама плита. Немного из технических характеристик данной плиты. Модель ТКР 9507П. Расход газа при максимальном включении 160 грамм в час. Вес плиты 1,8 кг. Чем же у нас эта плита выгодно отличается от других туристических плиток? Это, наверное, подключение не только простых цанговых баллонов 220 грамм с англевым соединением. Ну и возможность подключения к российским баллонам объемом 5,5,12,24,50 литра при помощи штуцера, который уже идет у нас в комплектации и который устанавливается у нас вот сюда. Мы просто его сюда прикручиваем. Нет необходимости устанавливать дополнительные прокладки и все остальное. Единственное, что вам нужно будет приобрести в данной плите для подключения к российским баллонам, это купить необходимое количество шланга, два хомута, которые будут фиксировать шланг здесь и на редукторе. Вот и непосредственно сам редуктор производителя рекомендует наш отечественного производителя редуктор RDSG-1-1.2. Такой комплект вы можете приобрести у нас на сайте. Если он вам необходим, чтобы долго не уйти по сайту не искать, можете нажать вот сюда. Могу добавить, что мощность данной плитки у нас 1,6 киловатта. Вот. Как же у нас эта плита работает? Для того, чтобы подключить данную плиту, если вы хотите запустить от цангового баллона, вам необходимо в первую очередь проверить вот этот флажок. Во-первых, чтобы вот этот флажок был вверх поднят, и регулятор газа должен быть до конца на право. Вот. Дальше мы берем баллон с цанговым соединением. Здесь у нас есть вот такая выемка. На самом деле здесь у нас есть вот такой флажочек. Мы вставляем цанговый заражер и совмещаем прорезь с этим флажочком. Все. Баллон у нас сам встал на место, после чего мы можем вот этот флажок на плите опустить вниз. После этого можно кофр захлопнуть. И дальше нам нужно сделать следующее действие. Вот регулятор подачи газа поворачиваем до конца, до щелчка. Наша плита начинает работать. После чего, когда плита у нас загорелась, мы спокойно можем регулировать мощность подачи газа на конфорку. Для транспортировки газовый баллон можно оставлять непосредственно в самом плите в отключенном состоянии. Он никуда не убежит, не будет выпускать ничего. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Понравилась такая плита заказывайте у нас на сайте. Ставьте лайки, дизлайки, кому что понравилось, не понравилось. Оставляйте комментарии. Рекомендую.